Приветствую, Игнатий Кикнович. Добрый день. Женя, мы договаривались через полчаса. Через час-четыре минуты. Связи не было, я звонил-звонил. Там было написано, интернет-соединение, что-то там налаживается, неполадки в сети. И не мог никак дозвониться до вас. Ну, ты имею в виду, если мы договариваемся, у меня строго насчет этого. Я это время ничем не занимался. Я с наушниками сижу здесь полчаса лишних. Ну, это ладно, раз не виноват. Да-да. Давай, что у тебя там? Вот, я по поводу поездки вот к вам, покреститься погружением. У меня сейчас период такой, как раз я не работаю пока. Документы все на руках. Ну, и вообще, как говорится, предполагается, если условия создадутся для поездки, ну, деньги и все такое, как вы на это смотрите? Когда? Сейчас нету, разговора даже нету. Нет, не сейчас. В июле. Ну, в июле, сами смотрите. Вы приезжаете в июле, да? Нет, мы уезжаем. Но вы-то не... Вы сюда думаете приехать? Да. Ну, в июле. А я-то при чем здесь? Мы уезжаем 27 мая. А у нас крещение здесь будет 13 июля. Воскресенье. А, я сейчас запишу тогда. Да, конечно, запиши. Так, июль месяц, значит, да? Июль. Не июнь, а июль. Так, так. Июль, 13 июля. 12? 13 воскресенье. 13 воскресенье. Да. Это точно. Так, и вот я хотел узнать, что для этого нужно будет, что брать с собой что-то может иметь. Белое, белое, сшитое как халат. Все белое, чтобы у тебя до самого, говорится, до пятых было. Длинное. Обыкновенный белый халат. Ну, и белье с собой переодеться. Праздничный. Больше ничего. На своей машине или как хотел? Нет, поездом. А, поездом. Ну, тут надо тебе тогда узнать, когда приходит поезд, тут осложнение. Во какое время, к этому времени, по чаще выходи на меня, ну, хотя бы раз в неделю, и мы узнаем в это время на летнее расписание, перейдет это или не перейдет министерство. Они меняют. И во сколько, как идет. Взять тебе нужно адреса будет старосты нашего, батюшки. Меня не будет здесь. Ко мне звонить уже бесполезно. Тем более, если на меня даже по НТ выходит по мобильному, я не могу отвечать. Дорогой высчитывают за это. Большие суммы. Поэтому я вижу, что звонит, а открывать не могу. Так что до этого мы договоримся и все остальное. Раз в неделю, возьми для себя, чтобы не часто выходить, раз в неделю. Сегодня четверг, вот в четверг выходи всегда. В это время. В это время, когда еще выходил? Да, даже в это время, на полчаса раньше. Пол восьмого можешь выходить. Или в восемь. Восемь лучше. Запиши себе. Это в восемь по-вашему, да? Ну да, по-нашему. По-нашему в семь. Вот это имей в виду. В четверг возьми себе день определенный. В четверг. У меня распределенный, где, когда кто идет. Понял, понял. Хорошо, теперь говори. Добро. Что? Потом, значит, ну, ориентировочно я могу, допустим, на месяц приехать, чтобы пожить. Можешь, это хорошо даже. Да, да, вот я и говорю, чтобы, допустим, не ровно в тринадцатого приехать, а вот пораньше, чтобы я пожил. Пораньше, чтобы тебя узнали. Ты поработаешь. Володя, начальник лагеря, он тебя знает. Да. Ты его видишь, нет? Маленька, отверни в сторонку, чтобы... Вижу, да, приветствую. Это он начальник, тебе с ним дело надо иметь будет. Вот я далее как раз вот хотел узнать-то тогда. Значит, жить я где смогу? Или там палатку брать с собой? В лагере, в лагере. Приедешь, конечно, с документами. Вот сейчас получишь посылку от нас, и там лежат наши визитки. И на визитке написано «Детский лагерь и два телефона». Ты есть по ним, связывайся. Понял. По ним. Вот эти визитки дали вам, вы себя сохраните там, к священию куда идти. Не ходили к нему насчет дома-то? А, кстати, идти не пришлось. Все, решилось уже, все. Уже, вот мы с вами помолились же, уже, можно сказать, с того и сразу началось-то. Все, не нужно, это все отпало и не надо нам. С ее стороны был звонок, она говорит уже других там еще это. А если нас ждать, это месяц надо. У нас там ни документов, ничего не готово. Ну, как бы, для продажи квартиры она это ждать срок не может. И все, спасибо, Игнатий Тихонович. Все, вот так разрешается. Спрашивают, а как вы узнали? Никак, я ничего не знаю. У меня нет никаких таких откровеннейших измельчанных. Я доверяюсь Богу. А события сразу так складываются, как их даже не придумаешь. И никогда не жалей только, а благодари Бога. Да, на все будет воля Божия, и мы так приняли. Слава Богу. Слава Христу. А что еще? Вот потом, значит, вот такой момент. У меня болезнь сердца была. Ну, как болезнь, у меня два микроинфаркта было. Вот, поэтому, как бы, врачи сказали, слишком физическую работу такую, ну, непосильную не делать, как бы, там, щадить. У меня бывает в сердце боли, но очень редко, очень редко. А как ты принимаешь какие-то лекарства или что? Нет. А я тебе лекарства назначу, будешь употреблять? Ну, природные буду. Природные, мед. А, мед я дома употребляю. Мед настоящий с пасеки, которых ты знаешь, что там не подмешан сахар. И ты утром, возьми для себя за правило, утром за час до еды ложку столовой медленно-медленно слизывай, не разопивая ничего. Просто один мед, слизывай потихонечку его, ну, сколько там займет, минут пять, может, у тебя, все. И в течение часа ничего не пей, не ешь, а потом нормально завтракай. И на ночь, когда ложишься, пусть хоть половина столовой ложки с теплой водичкой. Угу, понял. И у меня сердце болело, у меня все ушло, у меня ничего не болит. Никакого лекарства не надо больше. Понял, понял. Ты всегда выходи в работу простую, чтобы не сидеть. Ну, это я к тому, чтобы, как бы, информация вам тоже, ну, бывает, в курсе, чтобы... Ну, да. Да-да. Вот, потом, значит, ладно, ну, с этим понятно. Я, значит, могу, в смысле, чем я умею заниматься, я могу фото снимать, видео снимать, ну, и в компьютере немножко. То есть могу помогать вот Володе в этом плане тоже. Там этого ничего нету. Там детский лагерь, там работа. Может, придется картошку чистить, с ребятишками пойти по ягодам вместе. Ты там будешь купаться несколько раз в день, у тебя здоровье, уедешь отсюда, другое должно быть. Угу. Тебе нельзя, допустим, с сердцем на жаре быть, ну, в тенечке будешь большее время проводить. Но ты должен работать. Также пилить дрова. Когда пойдет за водой, ведерко с собой взять. Иначе зачем ты нужен поразить такое? Ну, щадящий режим какой-то будет, если будет у меня просто сердце болеть. Не будет оно болеть, еще раз говорю, не будет, забудь про это. Ты не больной, ты здоровый. И на это на себя настраивай. Тебя Бог любит, у тебя есть, имей страх Божий только, чтобы не умереть внезапно. Ничего непосильного у нас нету. Непосильное у Володи, он щурки ворощет. Вчера мы выставили ролик, а видел там пилим деревья-то? Видел. Ну вот, а то он возит на станках, в конце-то там. А я до конца не посмотрел. А ты посмотри, посмотри. Там интересно, как он эти, которые они отпилили там бревнышки, то он на станках их возит тут. А там столько много, а вы на дрова взяли? Да, на дрова. А с собой я могу взять видеокамеру, фотоаппарат? Можешь, и желательно. Но когда уезжать будешь, забери с собой все шнуры, чтобы можно было скачивать. А, все это у меня есть. Чтобы здесь ты на месте все мог сбросить. Даже обязательно возьми, обязательно. Понял, понял. Это у нас поощряется и нигде не запрещается. Ты можешь снимать, только если в храме батюшке сказать, он не запрещает никогда. Но до крещения тебе с соглашенными придется выходить. Понял, хорошо. Все. Ну, а остальное как есть. Значит, ты работаешь за месяц, я забыл, сколько окажется, 6 тысяч рублей в месяц. Питание. Не понял, не понял. За месяц содержание у нас взрослого или ребенка окажется 6 тысяч за месяц, за 30 дней. В лагерь ты должен внести деньги. А, понял, понял. Они покупают молоко. Пекут, повара там, все готовят-то. Ты же питаешься чем-то? Стряпают, хлеб там наш, все. Ну и мы все вкладываем деньги туда. Он нам государство не помогает. У государства 90% платят профсоюзы, 10% родители. А у меня 100% падает на родителей. 100%. Но у меня дешевле в лагере, даже в несколько раз, два бывает раза с лишним дешевле самого дешевого у них. Да как у них-то еще там, две недели нету. Понял. Ага. Хорошо. Так что по экономике. Значит, потом, значит, я вот некоторые песни же тоже христианские пою, свои собственные сочиненные я вам посылал. Не знаю, вы слушали, не знаю, нет. Нет, но у нас поются, поются у нас баптийские песни, у нас это все разрешается. Вот, и я хотел, как бы, подарок такой небольшой, как бы, концерт или что-то типа этого, сделать, своего творчества, своих песен и стихов о Боге, которые посвящал. Там коротко, коротко. Каждая пятница вечером у нас костер, картошка, и там концерт. Вот ты там выступай. Вот. Там тебе дадут слово, ты будешь говорить, тебя будут снимать, чтобы у меня такая зарядка шла. Там заряжать есть, электричество есть. Мы не в подполье там живем-то, там все есть. Там выход в интернет есть. Так что можешь записывать. Хорошо, хотел еще вот узнать по погоде, там вот резиновые сапоги с собой брать. Обязательно, обязательно резиновые сапоги. Обязательно. И возьмите, чтобы они были размером как больше, чтобы мог ты быть шерстяных. Потому что дождь, трава, утром идти за водой, и у тебя ноги будут мокрые. Все дети обязательно с резиновыми сапогами. Так, сразу спрошу, коржиных заболеваний никаких нет? Нет. Потому что тебя проверят даже тщательно, иначе тебе в бане у нас не быть и отдельно на карантине будешь. Нам нельзя, это дети. Я обязан трогать смотреть. Нас расщепная комиссия, садо-педерационная станция душит просто. И не дай бог что-то у нас случится тут тогда. А, как, постойте, так, 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 сейчас. На ногах грибок. Абсолютно недопустимо. Никакой бани вам еще не будет. А что не лечишься? А я ходил, они не могут, не понимают, как его вылечить даже. Да не правда это. Это все лечится. Так что время есть, давай лечись. Иначе ты будешь отдельно находиться, и все время в носках. Босиком нигде не будешь. Только когда в степи где-то идешь и прочее. Стирать, стирать себя отдельно, сам будешь, все, к тебе не будут прикасаться. Всем это не надо знать, а ты не афишируй это. Но это все будет отдельно. Это оно на ногах там бывает. У нас такие были однажды, не досмотрели, а она в баню сходила. У нас такая дезинфекция, прожарка на солнце. Там мы подняли, не знаю, что там ни одна санопедистанция так не борется. У меня дети, дети, и поэтому я отвечаю за них не просто перед родителями, а перед Богом. И уголовная ответственность на мне, что случится, не дай Бог. Это надо строго смотреть. Это все лечится. Пойди, кто там, дерматологи какие, разузнай. Найди какие-то бывают в частном порядке лечат по своими лекарствами. Да просто заряди в этот, в интернет-то и посмотри, с чем лечится. Это такая болезнь, которая, она легко лечится, не то что трудно, там не сразу, конечно, но определенный порядок, условия какие-то там. Я не знаю как. Бог миловал. Я пробовал, вот помню тогда, на какое-то время проходило, действительно, потом снова почему-то... Ну, в общем, так, договорились. Вопрос решенный. Ладно, все понял. Прямо сегодня же в интернет заходите, ищите, завтра идите к врачу. Прямо решительно начинай бороться. Все, давай. Дальше. Так, ну и вот все, в общем-то, все. Все. Духовных вопросов никаких, нет? Нет, больше никаких. Я вот просто для себя информацию, мне надо было вот это вот, то, что вы мне сказали, принять и проанализировать все, и начать действия, подготовки какие-то. Хорошо. Так, теперь, зайдешь в это, тебе книги-то придут, и там к крестиному православию, и там вопросы приблизительные, которые тебе будут задавать. Ты их все пройди. Ага, хорошо. Ну, православию. Запомни. Коглашенным. А? Коглашенным. Коглашенным. Ну, кто готовится к окрещению. Для тебя эти вопросы не представляют трудности, потому что Евангелие у тебя в руках уже было. У нас там занятия каждое воскресенье будут в лагере. Виктора-то нету, а Виктор, он у нас бард, он играет сам, он составляет музыку на мои стихи. Ты их там узнаешь, запишешь кое-что. Но Виктора не будет, он уезжает. А, он же с вами в поездку? Он уезжает, он старший воспитатель. Когда меня нет, он за начальника лагеря, а мы уезжаем. По-другому никак нельзя. И ты там будешь удела. А какого числа вы приедете? Если Господь благословит, мы думаем, конечно, в августе где-то. Потому что Виктор к первому сентябрю должен быть в школе. Он учитель. А раз учитель, значит, надо думать, как... Поэтому у нас график сверхсжатый. Вот сейчас, если благополучно будет, визу опормят в Англии, туда с трудом допускают. Они о трех днях даже и говорить не хотят. Поэтому мы даже везде уезжать, чтобы там побыть. Сегодня что-то звонили, не могли. Я сказал, выходите на фор, мы выйдете, кажется, с Литвы. Мы будем подготавливать места, где мы можем остановиться. Вот так. Ясно. Ладно, хорошо. Я тогда начну подготовку потихоньку. И все принял к сведению. Так, везде там как угодно потихоньку. С лечением немедленно сразу начинать. С лечением, да, ладно. И по сердцу, и особенно по ногам. И не отчаивайся, ничего нет такого. Вот псориоз бывает там посложнее. И тоже лечится. Я не знаю, какая есть болезнь, не лечится. Но у Бога там все лечится. Он дает, и он исцеляет. Чистотел хорошо помогает. Чистотел хорошо помогает. Чистотел. Чистотел. Это от чего? Ну, от ног. От ног, да? Чистотел знаешь такой это? Знаю, у нас есть. Ну, узнай как. Вот раз проси. Зайди сегодня же в интернет и начинай делать. И дома ты ходишь, где больше босиком ходи. Чтобы у тебя ноги были свободные. Воздух дышал. По двору везде все босиком ходи. У нас дома чистотел есть. Ну, тем более. Я тебе подсказываю как. Надо активно бороться со всяким недостатком. Ты нужен здоровый. Больной человек везде игнорируется, и он никому не нужен. Ну, я не имею в виду таких, как Сергей Козлов. Такой всем нужен. Так, ничего больше нету? Все, нет, нету. Все. Значит, четверг. Если вам нужно будет, в четверг выйдите. Нет, пропустите через четверг. Заранее записывай вопросы. Какие духовного порядка у вас будут. Вы говорили насчет занятий в церкви. Познакомьтесь со священником, сходите. О себе много не рассказывайте. Просто пришел, побыл, поближе узнаешь. О крещении, проще, им не надо говорить. Потому что они не все понимают здесь. Из них бывают самые лютые враги. Лютые, как волки, не щадящие стадо. Так что только молись, а дальше не лезь. Все, отошел. Хорошо, слава Христу. Слава Христу. Спасибо, Христос. Отходи. Ну, что сказать. Благословен Господь. Недавно только познакомились. И видишь, как... Вот я и говорил, что его нет. Он не мог войти. Но я его предупредил. У меня были такие, которые договорились. Они там то забыли, то что. А потом неурядицы были. Мы друг друга потеряли совсем. Не наступи на свои эти. Продолжение следует.